Йоу, ребят! Всем привет! С вами я, ЛуниБой, и сегодня мы продолжаем с вами смотреть на сборки игр Майнкрафт-клонов, самых различных, самых интересных. Я для вас, как обычно, подготовил 8 игр, которые мы с вами сегодня будем оценивать. Так что сразу пишите комментарии, какая игра вам больше всего понравится, и сразу ставьте лайк. Надеюсь, что этот ролик соберет 1000 лайков. Ну а мы начинаем с Локи Крафта 4. Вы себе можете представить, мы играем в первую часть Локи Крафта, а это Локи Крафт 4. И чем-то, знаете, по интерфейсу он мне напоминает Крафтсмен. Там также получается кнопка играть, настройки и скины. И здесь тоже, судя по всему, можно выбирать скины. Офигеть! Ну-ка, давайте выберем какой-нибудь скин, скин, скин. Какой есть у нас? Это новогодние. Так, здесь у нас что-то непонятное вообще. Я хочу вот эти скины посмотреть. Так, ну тут тоже все как-то не очень весело. Давайте вот эти вот зомби скины выберем. Я хочу быть в форме зомби и хочу всех пугать. Создадим сразу новый мир, выберем выживание. Не, давайте творческий режим выберем. Я хочу кое-какие вещи проверить. О, ничего себе, мы появились. Ха-ха, забавно, прикольно. Вот такие вот мы сразу в скине зомби. Так, получается, возвращаем себе интерфейс. Возвращаем себе вид от первого лица. И сейчас смотрим, что с игрой вообще. Вау! Так, уже радуют интересные менюшки. То есть управление сейчас я быстренько настрою. И побежали. Смотри, что это за мир. Ага. Так, есть овцы, есть коровы. Так, автопрыжок. Автопрыжок не работает. Ой, овца! Ты что такая зеленая? Ой-ой-ой, мне кажется, ей плохо. Срочно вызовите скорую для овечки, она позеленела. Ужас какой-то. Так, ой. Это булыжник, что ли, я в руках держу? Он вообще на булыжник не похож. Это какой-то блок угля. Да. Ага. Тут вся карта в этих булыжниках. Смотрите, просто спускаешься в пещеру, и там все темно. В пещеру мы сюда ходить не будем. Так, коровушка как выглядит? Ну, коровушка тоже немножко зеленоватая, и это странно. Так, бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. В принципе, мир достаточно красочный. Меня это привлекает очень сильно. Но вот чем мне нравится первая часть логикрафта, она все-таки какая-то более гладкая, такая более интересная. Здесь же все совсем наоборот. Так, а что, у меня прыжок не работает? Все, заработал. Погнали, погнали. Хорошо. Так, ну и в целом, давайте сейчас проверим, какие у нас тут вещи есть. Как выглядят руды. Это что? Воу. Вы что, прикалываетесь? Ха-ха. Замшевый булыжник. Вот так вот он выглядит в этой части логикрафта. Так, а что по драгоценным блокам? Редстоун у нас вот такой. Изумруд такой. Угольный блок такой. Так, ну в принципе, блоки, смотрите, плюс-минус одинаковые. Что в первой части логикрафта, что в этой части? Ну, текстурпак, видимо, практически идентичный в плане блоков. Вот таких. Так, есть ли здесь... Ага, портал в ад есть. А есть ли тут эндерперла? Пожалуйста, пожалуйста, найдитесь. Нет, эндерперл тут тоже нет. Нет, к сожалению, можно поставить эти врата, точнее не в ад, а в мир энда. Но нельзя ничего с ними сделать. Это плохо. Это печально. Ладно, ничего страшного. Не будем расстраиваться. Отправляемся в следующую игру. И следующая игра у нас называется Hero Craft. Ну-ка, давайте заценим. Вообще у нее два названия. Кто-то ее находит в поиске как Hero City, а кто-то, как я, вот по названию Hero Craft ее нашел. И что-то она... О, запустилась. Вау. Также есть скины. Также можно установить пользовательский какой-то скин. Также можно выбрать какие-то вот такие чудные скинцы. Ну, давайте я, наверное, какой-то пользовательский в этот раз установлю. Сейчас быстренько зайду в текстурки и какой-нибудь скинец мы с вами выберем. Так, это новогодние скины. А, давайте новогоднюю тематику устроим. А че нет? Так выберем... Не, зачем нам новогодняя тематика, когда мы можем стать ассасином? Нет? Нельзя? Серьезно? А почему он забраковал этот скин? Ну, ладно. Ладно, тогда выберем другой скинец. Пускай будет вот этот. Я не знаю, что это за скин. Ага. Тоже он не хочет его почему-то скачивать. Ладно, ладно. Значит, не будем выпендриваться. Выберем обычного Стива. Выберем создание нового мира. Точно так же все, как в Крафтсмане. Что тут еще можно? А, можно для сети его открыть. Ого! Это круто! Можно плоский мир сгенерировать. Бесконечный. Ключ генерации можно добавить какой-то свой. Но то, что по интернету можно играть, это супер. Вот так вот возьмешь, с другом зайдешь и будет вообще весело, наверное. Так, но мы выбираем пока что творческий. Ключ генерации давайте попробуем какой-нибудь интересный. Вот такой вот. 8-5-4-4-7-8-8-5-4. И создаем этот мир. Ну-ка. Хоба. Вау. Офигеть. Как мне нравятся эти блоки гладкие. Они как в Локи Крафте. Только еще более гладкие. Так, сейчас быстро настрою управление. У меня почему-то там трава. Вот тут вот сама по себе исчезла. Это странно. Как бы не оказалось, что в этой игре какой-то херобрин присутствует. И он хочет нам навалять это. Это было бы не здорово. Так, ключ генерации мне уже не нравится. Вокруг вообще пустота. Это что за остров? Остров нифига называется. Так, и в округе... В округе ничегошеньки нет. Окей, все. Выходим тогда с этой генерации. Мы все сломали. Создаем себе новую. Пускай мир сам нам выберет генерацию. Точно так же творческий мир. Точно так же спавнимся в джунглях. Вау. Это замечательно. Это прямо очень круто. Так, а какая генерация? Как посмотреть? Параметры. Блин, хотел бы я узнать сид, но я не знаю, как в этой версии игры узнать сид. Ладно, ничего. Надеюсь, в комментариях напишите. Вообще, там, связь со мной поддерживаете хоть какую-то. Потому что я пока слабо разбираюсь в этих игрушках новых. Ну, может, вы уже играли в эту игру. Может, вы уже знаете, как это делается все. Так что, надеюсь на ваши комментарии. Так, коровушки обычные. Ага, овечки прикольные. Курочки, как в Крафтсмене. Прям один в один. Так, еще бы свинку посмотреть. Если свинья тут точно такая же, как в Крафтсмене, то я расстроен. Если честно, это самая страшная свинья, которую я когда-либо видел. Так, ну-ка. Где у нас... Во, создать свинью. О, нет! Здесь прикольная свинья. Здесь свинья в алмазном шлеме. Так, ну-ка. Дропнешь ты мне алмазный шлем или нет? Это, конечно, глупо проверять, но... Нет, только мясо. А ты... Нет, только мясо. Да блин. Жалко, жалко. Сейчас бы, если бы алмазный шлем выпал, то вообще, типа, можно было эти мемчики делать. Повезло, повезло. Оооо, убил свинью, выпал шлем, представляете? Вау, вау. Это вовсе не я его сюда сбросил. Повезло, повезло. Там, да... Полетели отсюда, короче. Дичь какая-то вышла. Вы не должны были это увидеть. Так, все. Ооо, это что за генерация? Смотрите, просто джунгливое дерево посреди пустыни. Ну, точнее, пляжа. Это вряд ли пустыня можно назвать. Ну, прикольно, что она так сгенерировалась. А здесь вообще джунгливое дерево посреди... Так, что за Google Play ошибки? Тут вообще джунг... Отстаньте от меня, а! Что за джунгливое дерево посреди обычного биома дубовых деревьев, да? Тут береза еще, по-моему, есть, нет? Нет, просто дубовый лес получается. И вот такое вот дерево заспавнилось здесь. Офигеть. Это, конечно, немножко сломанная генерация. Так, летим дальше. Может быть, найдем какое-нибудь поселение? Я буду этому очень рад. Вау! Это что за скала такая? Офигеть! Под ней жить было бы супер страшно. Она бы обвалилась в один из дней. И ты такой, оп! Все, смерть. Все, как бы конец. Так, ну вот тут тоже классная генерация. Очень сильно мне нравится вообще блок камня. Я бы, наверное, только из камня здесь все строил. И, собственно, выглядит это очень-очень здорово. О! Опять алмазные свинюшки. Здорово, здорово! Как дела, как дела? Кто мне дропнет шлем? Давай, с тебя выпадет. Нет, с тебя выпадет. Не, не падает. Блин, блин, блин. Жалко, жалко. Конечно, не повезло, не повезло. Все, летим дальше. Может быть, сейчас найдем где-то здесь деревушку. Но это маловероятно, потому что мы прилетели в какой-то каменный биом. Ну, скорее всего, это не каменный биом, это горный биом. Ну, давайте называть его каменным. Тут все из камня. Вот вообще, абсолютно все. О, офигеть. Лава. Так сочится из этого, из этой горы большой. Вообще восхитительно все выглядит. Ну, окей, все. Походу, не судьба нам найти деревню. Давайте отправимся в следующую игрушку. Может быть, в следующей версии клона Майнкрафта мы сможем найти себе деревню. А следующая игра у нас называется Майккрафт. Это тоже новая игра. Так, и нет, мы в нее не пойдем, потому что все игры, которые требуют интернет-соединения, ребята, мы в них не играем. Потому что в них вылазит миллион рекламы. Все, идем дальше туда. Следующая игра у нас называется Блокскрафт. Блокскрафт мы с вами уже играли. Мне эта игра запомнилась тем, что она очень милая, очень прикольная. И вам, я думаю, она тоже очень сейчас зайдет. Так, ключ генерации не будем добавлять. Давайте пускай он сам нам сгенерирует мир. Ну-ка, мы заспавнились. А, да, все офигенно, все работает. Смотрим вокруг. И заспавнились мы опять на острове. Больше всего на свете не люблю, когда меня спавнят на острове. Здесь абсолютно ничего в округе нету. И найти невозможно. Все, выходим. Создаем новый мир. Просто тут нам делать нечего. Так, рекламка, как обычно. Хорошо, ничего страшного. Мы это переживем. Так, все сгенерировались. В этот раз где мы? О, где-то в хвойном биоме. И, судя по всему. Давайте слетаем. Судя по всему, здесь кроме хвои ничего больше нет. Да, жестко. Заспавнил, конечно. Давайте мне нормальный биом. Давайте мне биом с жителями какими-нибудь. Деревню я хочу найти. Нет. Я, кстати, во всех клонах я еще ни разу не встречал зимний биом. Мне он вот реально ни разу не встречался за все то время, что я ищу новые игры, новые клоны Майнкрафта. Вроде вырезают его, вроде не добавляют как будто бы. Но хотелось бы, чтобы все-таки разик мне еще и зимний биом встретился. Чтобы посмотреть на него поближе. Взглянуть, что там такого интересного. Но здесь просто однотипный хвойный биом вообще. Он не заканчивается. Здесь все в этой хвои. Как это все пролететь и поскорее отправиться в новый биомчик? А? Кто мне расскажет? Кто покажет? О, все. Все сюда. Так, что у нас тут за биом? Ну, это уже березово-дубовый лес начался. Ну, ничего. Может быть, как раз-таки в этом березово-дубовом лесу мы с вами какое-нибудь поселение найдем. Жительское. Так, все. Я нашел еще биомчик. Нашел деревню. Все-все-все-все. Вот, кстати, деревни чаще всего спавнятся где-то вот на равнинах таких. Так, все. Приземляемся. Отлично. Вернуться в игру. Падаем своей попкой вниз на жителя. Нет, на дерево упали. Так, ну и вот такие тут жители. Это у них типа нос переделан под зуб, да? Я правильно это понял? Да, судя по всему, они просто зубастые такие. Ну, окей. Генерация, кстати, классная. Нету никаких поломок. То есть все двери на месте. Все подходы к дверям вроде как на безопасном расстоянии от двери. То есть бывает такое, что спавнится деревня там, я не знаю, дверь вон там сверху, а житель снизу не может до нее добраться. Ну, то есть это вот проблема как раз таки крафтсмана. Я там сейчас в выживании столкнулся с такой деревней, что мне просто не получается туда жителей нормально поселить. Так, здесь у нас кузнеца. О, железный слидок выглядит просто как какой-то кирпич, я не знаю, блоком такой брошенный и все. Так, изумрудик у нас есть. Да хватит этого ошибку мне выбивать. Яблочки, железная кирка и железные ботинки. Офигенно, классно, классно. Я прям рад. Вот такую деревушку мы нашли. О, стекла тут очень прикольные. Так, чисто из замечаний. Если что, я прям даже в восторге от них. Такие аккуратненькие, такие прям желтенькие. Офигенно. Так, ну это у нас игра Blocks Craft. Она мне запомнилась тем, еще раз повторюсь, чем. Тем, что она очень милая. Здесь очень приятные блоки. Они вот такие вот все. Вот такие вот все. То есть гладкие какие-то, декоративные, с какими-то узорами. Это очень прикольно, очень классно. Ну вот дубовые доски даже посмотрите. Офигеть. Кто бы сказал, что это дубовые доски на расстоянии вот так вот. Это выглядит как самые настоящие кирпичи. Но, однако, это все-таки вот из дерева все у нас построено. Так, что у нас еще? Грязь даже красивая. Я реально вам говорю, что мне нравится здесь грязь. Вот, как бы ни в одной версии. Даже в оригинальном Майнкрафте мне не нравится грязь. Но здесь из этого блока я бы что-то построил. Он выглядит как какая-то медь. Прям, ну вообще, восхитительно смотрится. Окей, все. Выходим отсюда. Идем дальше. Следующая у нас игра. Ваш любимый. Мой любимый уже теперь. Крафтсмен. Погнали сейчас посмотрим, что у нас тут интересненького есть. Скины, как обычно. Да-да-да. Я это все помню. Вот этот скин мой любимый сейчас. Я его, наверное, использовать буду. Давайте, наверное, пойдем в мир выживания нашего. Так, а как мне найти? Вот это мой мир. Да. Сегодня была серия по этому мирку. Мы с вами занимались тем, что выставляли себе картинки. И я за кадром еще одну картину создал. И вы посмотрите, какого монстра, гиганта я смог создать. Просто на всю квартиру мне квартиру сделали. Ой, картину, точнее, на всю квартиру. Но это, конечно, жестко, что так повезло, что она так заспавнилась. И я рад. Но только вот не знаю, оставлю я ее здесь или придется все-таки ее немного переместить в какое-то другое место. Потому что, ну, здесь она не очень смотрится. Я думал, что здесь я буду делать переход в следующую комнату. Но, ладно, что-нибудь подумаем, что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем такого. Но, наверное, все это я буду осуществлять больше за кадром. Чтобы чисто вас не утомлять однотипным геймплеем. Сейчас надо добыть немножко пшенички. Да, да, да. Расплодить немножко коровушек. Так, давайте это все срубим. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Хорошо. Пошла-поехала жаришка. Сажаем сразу. Так. Кто-то, кстати, жаловался еще под комментариями в последнем видео, что зачем я запер жителей? Выпусти их. Ребят, я бы с радостью их выпустил. Но если я их выпущу, то они все умрут. Их просто съедят зомбаки. А мне это не надо. Я тут как бы на высоком уровне сложности играю. И это опасно немного так поступать. Так что давайте не будем пока что так рисковать. И, ну, когда придет время, я их выпущу. Когда я все вокруг обезопашу, чтобы они не умирали. Чтобы мне потом лишний раз не пришлось их восстанавливать. Пускай будет вот так у нас вот. Ну, такая вот система защиты жителей. Так. А как там житель выбрался? Эй! Ты чего? Он не может себе квартиру найти из-за того, что в округе просто нету свободных квартир, где есть двери. Так, ладно. Придется отсюда украсть одну дверку. Я надеюсь, она сейчас ко мне упадет. Давай, давай, давай. Ну-ка. Все, отлично. Эй, житель, иди сюда. Я спасу тебя. Так, а как тебя спасти-то? Ёшкин, дрын. Не трогай мою пшеницу. Иди отсюда. Вон, я тебе сейчас поставлю дверь. Ты зайдешь в эту квартиру, и я тебя в ней закрою. Договорились? А? Носатый. Что ты там? Друга своего? Выглядываешь, да? А, что, из-за зеркала неудобно за ним наблюдать? Ладно, сейчас я пущу тебя к нему. Но, скорее всего, вы оба выбежите. Так, ладно, ладно. Давайте дадим жизнь нашим жителям. Ну-ка, забегай. Забегай в хату. Эй. Эй, ты. Эй, ты, носатый. Сейчас этот выйдет. Да ну вас. Ай, ладно. Потом за кадром этим займусь. Не буду сейчас на это время тратить. Все, погнали. Кормим коровушек и отправляемся смотреть следующую игрушку, которая у нас там по списку была. Так, я, правда, уже не помню, какая была. Но это не важно. Кормим коровушек. И все. Офигенно. Теперь у меня еще больше мяса будет в этом выживании. Ну, а мы выходим и идем сейчас играть в Майнкрафт. Да, у нас и такая игра есть в этой сборке. Как бы и оригинальный Майнкрафт тоже время от времени поигрываем. Многие спрашивают, когда я начну на этом канале снимать Майнкрафт. Ну, скоро, ребята. Обещать пока ничего не могу. Но как бы все в планах. Все постепенненько. Все своевременно будет у нас на канале. Так что не переживайте. Мне лично Майнкрафт очень нравится. Наверное, даже больше, чем все те клоны, в которые мы играли когда-либо. Так что да, ребята. О, здесь у нас этот скин. Скин из Крафтсмана почему-то сохранился. Погнали. Сейчас создадим новенький мирочек. Хочу себе игровой мир. Так, творческий. Участник. Бесконечный. Так, так, так. Очень много настроек. Очень много всяких плюшек прикольных. Гораздо более классных, чем в других версиях клонов Майнкрафта. Но это как бы оригинальный Майнкрафт. Здесь всегда все намного интереснее. Все намного прикольнее и веселее. Так что да, на эту тему мы даже не реагируем. Все, загрузка ресурсов. Так, давай, загружайся. Майнкрафт. Хочу поиграть в Майнкрафт. Во. Ха. Это что у нас в пещере заспавнило? Прикольно. Не очень, конечно, понятно, почему так вышло. Но, видимо, на то были причины. Все. Подлетаем сейчас вверх. Так, нет, это не подлет. Вот он, подлет. И вылетаем смотреть на кругу. Вот чем мне нравится Майнкрафт. Только заходишь, сразу тебе держи деревню. Держи там какой-нибудь корабль. Держи какой-нибудь аванпост этих пиляджеров. Я забыл, как они называются. Тут уже голем бегает. Тут уже есть какие-то ярмарки. Какие-то генерации. Прямо ровненькие, правильные. Жители с своими вот этими шляпами фермерскими. Все вообще чики-буки. Все вообще классно. И даже поторговать можно с жителем. Ну-ка, в остальном месте, пожалуйста. Что ты у нас продаешь? Свекла. Ага, изумруд. Изумруд. Хлеб. Получается шесть этих тыковок. Один изумруд. Ну-ка. Прикольно, прикольно. Мне нравится определенно. Кошечка даже есть. Можно приручить какую-нибудь кошечку себе. Ну, блин, вот это Майнкрафт, конечно. Я буду всем советовать всегда играть в оригинальный Майнкрафт. Если есть такая возможность. Но вот это меня смущает. Что это за фигня такая? Это факел? Да, это факел. А почему он какой-то забагованный? Кто мне объяснит? Кто расскажет, то покажет. Почему такое происходит? Так, кошечки. Ой, уже все выращено. Ой, классно, классно прям. Что за звуки? Что за звуки были? Я один это слышу? Что происходит тут? В бочке ничего нету. Но тут какие-то странные жуткие звуки. Вот опять я их слышу. Как будто бы утопленник где-то плавает. Да? Я ведь прав? Ну-ка давай на дно. Да, тут утопленник плавал. Смотрите, вон он. С чем он там бегает? С какой-то штукой в руках. Что-то... А, он ракушку подобрал. Ну-ка. Отдай сюда мне эту ракушку. Так, вот. Все. Ну, зеритовый меч берем. Не, не берем почему-то. Все, взяли. Так, иди сюда. Бам. Бам. Выронил нам и ракушку, и свою плоть. Круто. Очень-очень круто. Так, побежали дальше. Големчик. Здорово. Хей-оу. Как делишки? Защищаешь своих жителей? Ну, судя по всему, да. Также есть лошадки. Можно какую-то из них приручить. Забрать у жителей. Ну, можно, конечно, вообще на ослики покататься. А что нет? Он тоже как бы быстрый. Он тоже как бы классный. Так, здесь у нас что? Здесь просто дом. Ничего такого интересного. Так, ну и ладно. Это у нас был оригинальный Майнкрафт. Здесь, блин, реально очень много всего интересного. Можно бегать, изучать. Можно в это все вникать. Но было бы только время. Но у нас времени уже немного остается. Так что погнали дальше в следующую игру. Следующая игра у нас EarthCraft. Давайте глянем, что это. Ага. Опять интернет-соединение. Ребята, не советую эту игру. Лучше в нее без интернета не заходить. Точнее, наоборот. С интернетом лучше в нее не заходить. Потому что, скорее всего, игра вас... Того... Это самое... Ой, музыка какая громкая. Ну-ка, потише, потише. Во, нормально. Короче, скорее всего, игра вас немножко намахает. Так, следующая игра у нас Craft Vegas. Ага. А где мы заспавнились? Мы заспавнились в каком-то городе. Да? Ну, смотрите. Прикольно. Тут уже все за нас построено. Жалко, конечно, что мы играем в творческом режиме. А можем мы перейти в режим выживания? Ну-ка. Да, есть выживание. Все, погнали. Куба. Восьмой левел у нас. ХП, кстати, сверху полосочка. Голод тоже сверху полосочкой указан. Вау. Мы как будто бы оказались в каком-то современном Майнкрафте. С современными жителями. Где уже все за нас построено. И мы просто должны выживать в большом городе. Да? Это же так работает. А где я заспавнился вообще? Что это за здание? Похоже на какое-то метро, что ли? Ну, не знаю, короче. Точно. Давайте побегаем здесь. Посмотрим, что вокруг есть. Жители мелкие. У больших жителей. Любовь тут большая тоже. Ну, прикольно. Так. Какой-то из домов тут, наверное, можем занять. Сворвать у одного из жителей. Вот этот домик мне нравится. Давайте забежим, посмотрим, что тут. Эй, житель. Это больше не твой дом. Это мой дом. Что у тебя тут в сундуках? Пусто. На кухне в печке пусто. Холодильник пустой. Эээ. В этой комнате что? В этой комнате что-то типа телевизора, на котором всегда черный экран. Всегда интересно смотреть на черный экран. Здесь комнатка первая с книжечками. Так. Эй. Пошел отсюда, это мой дом. Ну-ка, убирайся. Только смотри на него. Тыц. Тыц. Ну. Пошел. 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 Оп. Все. Минус житель. Так. И в этой комнатке у нас получается гараж, в котором стоит какой-то автомобиль с очень странно выгнутыми колесами. Мне кажется, они должны были быть немного другие колеса здесь. Ты что толкаешься? Гад пришел, меня толкнул. Ну-ка, получай, получай, получай. Эй. 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 Сейчас мы тебя убьем. Так. Ну-ка, убирайтесь с моей квартиры. Эть. Эть. Еще один идет. Не-не-не, ребята, я вас сюда не пущу. Все, это моя хата. Мелкие тоже будут по носу получать. Ну-ка, брысь отсюда. Все, закрываемся здесь и отдыхаем. Так. Здесь мы были, там были. Все, ладно. Мы эту квартиру осмотрели. Надеюсь, в нее из жителей никто заходить не будет. Не будет. А мы пока сбегаем на другую квартирку, посмотрим. О, здесь машина круче. Так. Здесь точно так же комнатки. Также телек. В принципе, дом, клон моего дома. И вот тут идет пожарная станция. Да? Да, это пожарная машина, я правильно все понял. И здесь просто небольшое депо для этих пожарных машин. Хорошо. Хорошо. Все понял. Так, бежим дальше. Здесь у нас футбольное поле. Да, смотрите, да, реально футбольное поле большое. Но почему-то вместо игроков здесь на этом футбольном поле какие-то овцы и коровы. Ну, в целом, сходство есть с реальной жизнью. Но, не знаю, за такую шутку мне, конечно, вряд ли меня кто-то оценит. Так что не будем так больше шутить. Коровушке привет. А, я, кстати, кушать хочу. Эй, корова, не хочешь стать моим мясом? Ну-ка, стой. Эй, эй. Не, все. Ладно, не будем пытаться ее поймать. Короче, это у нас Крафт Вегас. Он всегда был таким интересным, всегда был таким восхитительным. И здесь у вас реально идет выживание в большом городе. Так что, если вам нравится эта игрушка, обязательно в нее поиграйте. Готовый мир, это всегда здорово, это всегда классно. Вот даже вот такую квартиру можно занять. Здесь ничего нет, но вы можете под себя ее обустроить. И это восхитительно. Ну, также есть вот такие вот площади. Пустые места, где вы можете построить абсолютно новый дом. Ну, то есть, как бы не занимать вот эти вот обычные дефолтные дома, а взять себе новенький построить. Вон там, я как понял, вообще какая-то элитная недвижимость. Давайте я сейчас включу режим творческий, чтобы мы могли летать. Так, погнали. Ну-ка. Подлетай. Хорошо. Тут вообще какая-то элитная недвижимость идет. Смотрите. Тупо новейшие дома. Пустые абсолютно. Можете их заселять. Можете здесь абсолютно что угодно придумывать, выживать. И вам будет круто. Вам не придется это все самому устроить. Ладно. Все. На этом давайте я вам сейчас покажу во все, какие игры мы сегодня успели поиграть. Так, приблизить. Все. У нас был LokiCraft 4, HeroCraft, MikeCraft, BloxCraft, Craftsman, Minecraft, EarthCraft и CraftVegas. Я напоминаю, что с вами был я, ваш ЛуниБой. Если какая-то игра вам понравилась, ставьте лайк, скачивайте и играйте сами. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok